Тревогу по поводу того, что балаковцы получили завышенные январские платёжки за теплоснабжение, забила пресса. В понедельник на планёрке в администрации района журналист нашего телеканала задал этот вопрос представителю Т-плюс. Руководителя тепловиков Ивана Родичева по странному стечению обстоятельств на планёрке не было, а представитель организации не смог прокомментировать ситуацию. Но, как бы то ни было, уже на следующий день, то есть во вторник, в той же администрации собрали экстренную встречу со старшими по домам, дабы через них донести информацию о начислениях за тепло, а также расспросить балаковцев о том, что они вообще думают по этому поводу. Жильцы нашего дома были шокированы тем, что в январе принесли очень большие начисления за тепло. Но дело в том, что объясняют это тем, что там где-то начислили было начисление за меньше, за 18 дней. Но я считаю, что надо соблюдать закон в любом случае, и что начислять нужно. Месяц должен быть определён раз и навсегда. Показания счётчиков, как тепловых и водяных счётчиков, должны сниматься в один и тот же день. Конечно, я считаю, что всё вот это вот нарушение много, и власть наша должна контролировать, соблюдает ли ресурсоснабжающий организации закон. В доме номер 35 по улице Набережной Леонова, который входит в ТСЖ «Парус», в этом году, как и во всём городе, ощущались проблемы с отоплением. У нас очень большие порывы в этом году. Никогда не рвались трубы в квартирах. В подвале у нас всё в порядке, потому что я ремонт весь сделала. А вот трубы в квартирах рвутся без конца. Текут батареи, текут стояки. За 10 лет первый раз, потому что очень большое давление, очень высокая температура. Поэтому и жильцы этого дома, и других, где также были проблемы с отоплением, интересуются, что за новая схема расчёта, и почему в декабре снимали показания раньше, не предупредив никого, что потом, в январе, придётся платить огромные суммы. Этому удивился даже начальник управления ЖКХ администрации района Павел Канатов. Якобы они сделали снятие показаний прибора учёта с 1-го по 18-е число, последующим выставлением счетового квитанции. Оставшиеся 5 дней они их не выставили. И получилось, что цифра маленькая. Но что могу сказать? Мы прекрасно знаем, что октябрь, ноябрь, декабрь, зима нам спокойно не давала и не даётся сейчас, потому что имеет место некачественные теплоносители. То есть те жалобы, которые были по отсутствию тепла, можно было как бы декабрём, потому что маленькая оплата была, и все поняли, что в декабре месяце всё-таки проблемы существуют, и плюс пошёл нам в стучек, как в ноябре месяце. Но оказалось совсем другое. Когда мы получили расчётки за январь месяц, у нас получается, что вместо 30 дней посчитали аж 36 дней. Представитель Балаковского отделения «Энергосбыт плюс» Марина Павлова разъяснила, в чём суть проблемы. «Энергосбыт плюс» выставил гражданам, проживающих в многоквартирных домах, плату за тепловую энергию за 18 дней. Это тему на тех домах, у кого есть общедомовые приборы учёта. И, естественно, тему, у кого их нет, они получили по нормативу за полный месяц, как и положено. Но вопросы, которые возникали и у журналистов, и у старших по домам, были, в общем-то, схожи. Если раньше показания снимали с 22 по 22, то почему в декабре сняли с 1 по 18, куда делись ещё 6 ноябрьских дней? Почему, наконец, сняли показания 18 сразу после крупной аварии на теплосетях, в результате которой практически весь город остался без отопления, а в ряде домов не было тепла почти неделю? А потом в январе учли все расходы по общедомовому прибору учёта, хотя обещали вроде как не учитывать теплоноситель, который спускали в результате завоздушенности. И, как выяснилось, перерасчёт за некачественно поданную услугу сделали не всем. В декабре выставили за 18 дней без перерасчётов. В январе месяце, минутку, в январе месяце по проблемным домам, где были проблемы, проведены перерасчёты. 59 домам за декабрь месяц были сделаны перерасчёты, и 31 дом за январь месяц. Ну а следующей фразой Марина Павлова, видимо, думала окончательно успокоить присутствующих, но только ещё больше всех разгорячила. Дело в том, что мы ещё провели аналитику по начислению, взяли два месяца прошлого топ-сезона, это декабрь 15-го, январь 16-го года, и вот эти два месяца сравнили. Начисления за эти два месяца, они почти идентичны, только разница 100-200 рублей. Но это исходя из того, что с 1-го 0-7-го произошло повышение тарифа на 4-2%. Вот только не учла Марина Павлова, что прошлой зимой с теплоснабжением в Балакове всё было в порядке, а в этом году отопительный сезон сорван многочисленными порывами и отсутствием тепла в домах. В общем, у многих присутствующих сложилось такое чувство, что тепловики обманывают балаковцев, но ведут игру так тонко, что и не подкопаться. Поэтому участники встречи разошлись по домам с ощущением недосказанности.